Только потому, что вы не упускаете всё это обновление. Вот, у меня вот столько денег, а у моего друга там вообще денег нету. Я молодец, я крутой. Реальные баги наверты DiamondRP в GTA Samp. Ролик набрал, так знаете, ну нормально просмотров. То есть я благодарен, я типа рад. Подписывайтесь на канал, давайте там 10 тысяч крутого от вас не будет. То есть вы просто подпишетесь, потому что я вас попросил. А зачем всё это надо? Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Знаете, в чём мы самое главное отличие и одно из самых главных преимуществ? А это то, что перед тем, как раскрыть основную тему данного видеоролика, из-за которой вы и нажали на значок данного видео, зашли и смотрите уже, наверное, я не знаю, секунд 40-50, может быть минуту, может быть около минуты и все вот эти вот прочие вещи у вас также происходят. Перед тем, как вот раскрыть всю эту основную тему, я буду там, знаете, минут 5, 6, 7, 8 рассказывать о других вещах, так знаете, легонечко подводить ко всей этой теме. И только после всего этого я её раскрою, я о ней вам расскажу, и вы всё это в деталях поймёте. Хотя вполне возможно, что даже после всех вот этих вот деталей, вы это не поймёте. Я могу ещё долго рассказывать, объяснять и говорить, почему такой стиль повествования, контента, он мне максимально близкий, почему это круто, почему это классно и почему мне вообще всё это нравится. Но давайте я не буду всё это делать, и вы просто будете смотреть мой вот этот вот видеоролик, делать все прочие вещи. Не так давно у меня вышел ролик про Diamond Roleplay, в котором я рассказывал о том, что, там, знаете, у Diamond после продажи вот всем этим выходцам с Arizona RP и с Evolve Roleplay, у них там возникли некоторые трудности, проблемы с выпуском обновлений без багов. Тогда я их, так знаете, максимально оправдал, сказал, мол, то, что, чуваки, да вы чё, понимаете, в чём дело? Когда ты делаешь обновление, всё сложно перепроверить, проверить, всё прочее, тем более, когда игроки торопят, тем более, когда игроки говорят, мол, ну давайте, давайте, где уже всё это обновление? Мы ждём, мы хотим всё это посмотреть, мы хотим на всём этом, в конце концов, поиграть, но мы не можем всё это сделать, только потому, что вы не упускаете всё это обновление. И, разумеется, все эти разработчики, скриптеры, мапперы, все прочие люди, они делают всё это в большой спешке, и из-за этого, ну, они допускают ошибки, которыми потом пользуются люди, багаюзят, там, я не знаю, как-то, допустим, верты себе, там, вот, стакают, багают, и у них там становятся просто какие-то миллиарды, они сидят потом такие, вот, у меня вот столько денег, а у моего друга там вообще денег нету, я молодец, я крутой, а потом его аккаунт удаляют, он заходит на форум, говорит, за что вы удалили, за что вы удалили, у меня верты просто так появились, я вообще ничего не знал, я вообще ничего не хотел, верты появились, ну и что, ну вам что, жалко, что ли? Спешите там, хотя бы верты, аккаунт не удаляйте, но аккаунт по итогу удаляют, и, разумеется, сейчас разглагольствовать на тему того, мол, правильно ли они делают, что удаляют аккаунт, или неправильно ли они всё это делают, мы не будем. Просто потому, что в прошлом своем видеоролике про Diamond Roleplay я посвятил этому, может быть, минуту, может быть, две минуты. В общем-то, посмотрите, тот видеоролик сами, ролик называется, я точно не помню как, но называется он что-то на уровне, там, знаете ли, реальной баги-наверты Diamond RP в GTA Samp. Ролик набрал, так знаете, ну, нормально просмотров, то есть, как я считаю, вот, что ролик набрал плохо просмотров, это когда там либо 50 просмотров, либо 80 просмотров, либо, там, знаете, 100. А вот если уже 101, то это уже, в принципе, неплохо для моего канала, уже нормально, уже, типа, в такой чекбокс уложились того, сколько просмотров должно все это набрать. И, в целом, мне, типа, все это нравится, я доволен, я благодарен, я, типа, рад подписываться на канал, давайте там 10 тысяч подписчиков до Нового Года, и тем более, что до Нового Года осталось-то, как бы, ну, не так много времени, поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Но только в том случае, если вам нужны оперативные новости из всего, вот этого, знаете ли, GTA Samp'овского мира. В ином же случае подписываться я не рекомендую и даже не советую, потому что вы просто будете лежать на моем канале мертвым грузом, буквально, там, знаете, грузом 200, и ничего такого крутого от вас не будет. То есть вы просто подпишетесь, потому что я вас попросил, а зачем все это надо? Я не знаю, и вы, наверное, не знаете, поэтому, если не будете смотреть, если, там, не готовы хотя бы, я не знаю, там, каждый второй или, там, каждый третий видеоролик смотреть, подписываться не надо абсолютно, несмотря на то, что бы я там ни говорил, что если, мол, вы подпишетесь, то вы получите, там, я не знаю, эликсир бессмертия, эликсир, там, я не знаю, вечной стамины, эликсир всех прочих вещей. Я думаю, что вы понимаете вообще, к чему я клоню, и давайте уже более-менее мы перейдем к той новости, ради которой вы зашли на весь видеоролик. Может быть, вы уже даже подписались на мой вот этот вот канал, хотя, ну, не знаю, не знаю. Игроки Diamond Roleplay обнаружили баг в казино Royale при игре в русскую рулетку, которая работала только через мобильный клиент. После начала игры бага-юзер зажимал кнопку Escape на телефоне, или ESC, ну, в общем, Escape на телефоне. Мобильный клиент позволял ему встать со стула и сбить анимку, затем он деймил всех участников игры и в конце забирал выигрыш. На самом деле, вот таких моментов именно в мобильном клиенте будет встречаться еще много, так как моды изначально разрабатывались без учета всех этих тонкостей. Так что ждем новых багов от тройки крупных проектов. Связан этот баг, скорее всего, с тем, что Diamond Roleplay, он появился в клиенте от Arizona Mobile, который сейчас называется Sun Mobile. И вследствие всего этого, вследствие того, что теперь люди могут зайти на свой любимый GTA-самповский проект с клиента лаунчера Arizona Mobile, это, разумеется, все плохо, нехорошо и вообще в целом не особо замечательно, я бы даже так сказал. Однако, ну, баги они есть, были и будут, и полностью их искоренить не получится, тем более в случае, когда это даже не официальный порт, а вы просто можете зайти с лаунчера вот этого всего мобильного Arizona Mobile, который разработала команда Arizona Games, и сейчас он называется вообще Sun Mobile, господи, как же сложно называть весь этот лаунчер, потому что есть сервак от моего то ли друга, то ли нет, Андрюхи Сукре, и там, как бы, он тоже называется Sun Mobile, или Sun на Android, или Sun, там, какие-то вот эти вот все прочие вещи, и сейчас тут вот это вот Arizona со своим лаунчером, все непонятно, все как-то очень, эм, эм, скудно, скудно, то есть, в самом деле, ты сидишь, думаешь, а как бы назвать, Sun Mobile, Arizona Mobile, а поймут ли люди, а смогут ли они вообще разгадать все вот эти вот вещи и все прочее, ну и, разумеется, то есть, я думаю, что вы понимаете, что команда Diamond Roleplay во всем этом не виновата, но благодаря тому, что сейчас можно поиграть вот на Diamond RPS с телефона, благодаря Arizona Mobile, благодаря стараниям Arizona Games, вот этих вот всех разработчиков, то, разумеется, багов будет невиданное количество, потому что телефон открывает такие возможности, которых просто, ну, наверное, свет не видывал, и всех, в самом деле, ну, то есть, не усмотришь за всеми, скажем прямо, поэтому, ну, будем ждать поправки, исправления, фикса всех вот этих вот вещей, которые всплывут в скором времени, потому что, я уверен, это не единственный баг, а их еще будет много, просто их еще не нашли, либо их уже нашли, ими пользуются втихаря, и никто об этом не знает, но я думаю, что в скором времени все пофиксят, все сделают, и вы сможете со своих смартфонов, телефонов, всех прочих вещей заходить, это же типа одни и те же вещи, ну, неважно, сможете заходить, и там, в общем-то, играть на своих любимых серверах, проектах, где угодно практически, а главное, чтобы был интернет более-менее стабильный, и чтобы у вас не вылетало, не крашило, и все было хорошо, однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я думаю, что мы тут увидимся еще завтра в 20.00, я на это надеюсь, по крайней мере, и, в общем-то, да, там, ждите, смотрите, подписывайтесь, и... А, кстати, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, вся информация в описании, там же ссылочка на мой телеграм-канал, вот, что-то я прям про это вообще забыл, до свидания.